В воскресенье на Меридианах Тихого начнется просмотр фильмов, которые входят в конкурсную программу фестиваля. Претендентов на победу много, но некоторые картины эксперты выделяют особенно. О лентах-фаворитах Ольга Сомкина. Интригующим и полным сюрпризов называют конкурс 15-го Пасифика. Такого жанрового разнообразия не было за всю историю фестиваля. От глубокой психоделики до черного хоррора, от фантазийной аллегории до исторической драмы. Традиционно в эту самую престижную программу попадают работы режиссеров только стран АТР. Так лента «Король» чилийского режиссера Найлза Атала по форме представляет нечто среднее между мифологическим эпосом и исторической драмой. Она рассказывает о очень известном персонаже 18-го века, Найле Атуанда Анелли, о французском путешественнике, авантюристе, который приплывает в Латинскую Америку и создает свое собственное государство на границе между Чили и Аргентиной. Фильм снят по реальным событиям, но с фантазийной трактовкой. Пейзажи Янзы – это черно-белая документальная лента, эпическое повествование о самой большой реке Китая. И создатели фильма поднялись с юго-востока, вот как она идет по стране, и добрались до истоков Янзы в Тибет. Практически через весь Китай. Путь, проделав 40 тысяч километров – это такой действительно масштабный фильм и очень масштабный труд. Фильм «Легко и просто» комедия абсурда из Гонконга. Японию представляет драма «13 лет пустоты». Ну и, конечно, главная интрига каждого года – фильм от России. В этом году на фестивале во Владивостоке отечественный кинематограф представляет картина Кантемира Балагова «Теснота». Фильм был уже удостоен премии ФИПРОСИ на Каннском фестивале в этом году. Это очень удачный дебют, дебют ученика Александра Сокурова. Картина драматическая, вот, наверное, может быть, самая жесткая из драматических картин, которые оказались у нас в конкурсе, фильм «Дебют» Кантемира Балагова «Теснота». Уже 10 сентября жюри и зрители начнут смотреть конкурсное кино. Кому достанется приз, узнаем 15 сентября. Ольга Сумкина, Павел Филатов, Панорама.